Трасса 101 Приветствую, в эфире Трасса 101 Владимир Сметанин не нарушает. Почти После очередного смертельного ДТП в Москве, устроенного автохулиганом, он погиб. В Госдуме заговорили о необходимости принятия кардинальных мер в отношении злостных нарушителей ПДД. Как выяснилось, разбившийся насмерть Лихач в этом году получил 260 штрафов за превышение скорости. По мнению одного из парламентариев, это ни в какие ворота не лезет. Он предложил пожизненно лишать прав тех, кто в течение года накопит более сотни взысканий за превышение. Но почему же ограничиваться только такими штрафами? Если часто превышается, наверняка и красный игнорируется, и навстречу выезжает. Это тоже можно учитывать. Трасса 101 Автоваз, возможно, займется выпуском Renault Duster, но под брендом Lada. Как будет называться автомобиль, Lada Duster или как-то еще, пока неизвестно. Сообщается, что альянс Renault Nissan, который еще совсем недавно являлся основным владельцем Тольяттинского завода, в курсе таких планов и возражений не имеет. Когда дело дойдет до запуска производства, не уточняется. Duster уже долгое время является одним из самых востребованных компактных кроссоверов на российском рынке. На 2023 было запланировано появление третьего поколения. Сейчас заводские цены на модель начинаются от 1 миллиона 618 тысяч рублей. В апреле этого года по сравнению со вторым месяцем весны 2021-го поддержанные легковые авто подорожали в среднем на 50 с лишним процентов. Речь идет о трехлетках. По данным портала DROM, наиболее востребованной в этой категории в прошлом месяце была Lada Granta. За год ее средняя стоимость взлетела наполовину, достигнув отметки 715 тысяч рублей. На втором месте Hyundai Solaris 1 миллион 400 тысяч плюс 53 процента. Замкнула тройку лидеров со средним ценником почти 1 миллион рублей Lada Vesta, прибавившая 46 процентов. Трасса 101. Россияне почти перестали брать кредиты на покупку автомобиля нового или поддержанного. Как зафиксировали в Национальном бюро кредитных историй, в апреле число выданных займов в сравнении с тем же месяцем 2021 года рухнуло почти на 81 процент. Интересно, что практически такой же спад в прошлом месяце был по части продаж новых легковушек. Чаще всего занимали деньги у банков на приобретение колес жители Москвы, Московской области, Петербурга, Татарстана и Башкирии. Трасса 101. Еще один случай, который доказывает спорить с продавцом авто, не бесполезно. В Кемеровской области суд обязал дилера Автоваза выплатить почти 3 миллиона рублей местному жителю, который ранее приобрел там Lada X-Ray. Свежий автомобиль сразу же начал выкидывать чудеса в виде нестабильной работы мотора и горящего индикатора «Проверьте двигатель». Уладить вопрос мирно салон не согласился. Тогда несчастный автовладелец обратился к правосудию. Любопытно, что сумма назначенной компенсации вместе с неустойкой, судебными расходами, штрафом и компенсацией морального вреда превысила стоимость X-Ray почти в три раза. На этом все. Вопросы и комментарии оставляйте на сайте «Эхо Кирова». Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Трасса 101». До свидания. Трасса 101.